Музыка Одной из главных улиц Архангельска является набережной Северной Двины. Набережную можно по праву считать одним из важнейших мест Архангельска. Здесь традиционно проводят различные мероприятия, фестивали, городские праздники. Это туристическая и прогулочная улица, охватывающая всю центральную часть города вдоль реки. Прогуливаясь по набережной, можно не только полюбоваться речными просторами, архитектурой города, но и отыскать небольшие бронзовые фигурки. Это кудесники, хранители Севера, выполненные скульптором Ольгой Сагаконь. Высота каждого персонажа составляет около 40 сантиметров. Крошки-волшебники держат в руках символы, связанные с историей и традициями Поморья. Кудесник с птицей счастья установлен на набережной Северной Двины в районе пересечения с улицей Свободы. Кудесник держит над головой щепную птицу счастья. Поморский голубок издревле считается символом семейного благополучия. Такой оберег раньше висел в каждом доме. Размещали его обычно под потолком, в качестве хранителя домашнего очага. Когда появилась щепная птица, сказать трудно. Вероятно, в 15-17 веках. К 1960 году искусство изготовления было практически утрачено. Носителем и возродителем традиции изготовления птиц был мастер Мартын Филиппович Хатьянов из деревни Селище Лешуконского района Архангельской области. Из одного бруска вырезают туловище и голову, из другого – крылья. Самая ответственная операция – расщепление брусков на тонкие пластинки. Чем тоньше пластинки, тем ажурнее будет птица. Бруски соединяют друг с другом, потом распускают перья. Если посмотреть на готовую птицу сверху, то можно заметить, что она напоминает крест в круге, что всегда считалось сильной защитой. По разным версиям это знак мира, солнца или вечности. Кудесник с алмазом появился на парапете набережной в районе улицы Попова. Кудесник рассматривает алмаз, который держит в руке. В Архангельской области находятся два промышленных месторождения алмазов. Крупнейшее европейское месторождение алмазов, названное именем великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, расположено всего в 100 километрах от Архангельска. Алмазы – это настоящее богатство русского севера. Первые упоминания о находке алмазов в Архангельской области относятся к XVIII веку. Во второй половине XX века геологами в береговых обнажениях в ходе региональных геолосъемочных работ были обнаружены выходы силов кимберлитов – прямых признаков алмазоносных трубок. Сейчас в состав Архангельских месторождений алмазов, названных именем Ломоносова, входит шесть трубок, на двух из которых активно ведется добыча. Карьеры трубок представляют из себя огромные воронки, с самого дна которых многотонные самосвалы перевозят руду на обогатительную фабрику. Архангельские алмазы – наше достояние, которое может соперничать с мировыми брендами. На Архангельских месторождениях ювелирных алмазов на 20% больше, чем на якутских. Наши алмазы безазотные, что важно при использовании их в электронике и изготовлении микрочипов. Кудесница со свистулькой установлена на набережной Северной Двины, напротив архангельских гостиных дворов. Кудесница свистит свистульку в виде птички. Каргопольские гончары лепили игрушки из остатков глины, чтобы развлечь себя и порадовать детей. Образы птиц в глиняной игрушке связаны с весенними обрядами. Своим щебетом они несли свет, радость и счастье. Поэтому игрушки в виде птиц – это, как правило, всегда свистульки. Гончарный народный промысел в районе Каргополя зародился еще в XI-XIII веках. Археологи нашли здесь фрагменты посуды и других предметов быта. В этих местах добывали красную глину. Она хорошо подходила и для ручной лепки, и для работы на гончарном круге. Своего расцвета это ремесло достигло в XIX веке. Изображали в основном одиночные фигурки. Женщин в широких юбках, мужчин с окладистыми бородами, домашних и диких животных. В начале XX века появились сюжетные глиняные игрушки, которые показывали сценки из деревенской жизни. Кудесник-трескоед установлен на набережной Северной Двины между морским речным вокзалом и железнодорожным мостом. Кудесник в поморских одеждах с традиционными орнаментами стоит в карбасе, промысловом поморском судне, а в руках у него большая треска, дополняет композицию деталей, сети и бочки. С незапамятных времен основным занятием населения поморского севера были звериные и рыболовные промыслы. Это объяснялось обилием рек и близостью Белого моря. В старинных пословицах говорится «Наше поле – море, и радости горя по мору все от моря. У моря живем, морем кормимся, море – наша кормилица». Местных жителей называли трескоедами за пристрастие к блюдам из этой рыбы – отварную, сушеную, соленую, запеченную в тесте в виде кулебяки рыбников, треску можно было встретить на столе всех жителей поморья, независимо от сословия. Кудесник «Купец солью» установлен на набережной Северной Двины в районе пересечения с улицы Поморской. На этом месте раньше располагалась одно из самых активных торговых мест города – Буяновая пристань, построенная в 1818 году. Сюда приставали поморские шхуны и карбасы, груженные рыбой, морским зверем и солью. Кудесник в купеческих одеждах держит в руках горсть соли, а у его ног лежат мешки с солью. Промышленной добычей соли поморы занялись примерно в XII веке. На Беломорских берегах жители нередко добывали соль прямо из морской воды. Соль поморка с побережья Белого моря считалась самой чистой и качественной. В царской грамоте 1546 года говорилось, которую, где соль возят с Двины-Двиняне, в той соли, кордёхе и подмесу никакого не живёт. Соль высшего качества получали из подземных рассольных пластов, найти которые было непросто. Далеко не всякому удавалось найти у солья. Место, где под землёй близко к поверхности подходил рассольный пласт. Такие соливарни были в деревне Уна в селе Нёнокса в городе Сальвичегодске. Кудесники от старинного поморского слова «кудесы», что означает волшебство, чародейство. Они хранители важных артефактов, связанных с историей города и русского севера. За спиной у маленьких волшебников крылышки, как у ангелочков. Прохожие потирает им носы на счастье и удачу, загадывают желания и верят в чудо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова